Я вижу пятерых, но, скорее всего, их ещё больше. Возможно, что внизу уходит ещё. Внизу? Да, под площадкой есть ангар. В него можно попасть через подземную стоянку. Тогда вы зачищаете поверхность, а я спущусь под землю. Со мной пойдёт... Я посмотрел на боевую часть группы, думая, кого лучше взять с собой. Дрём, хороший стрелок, но его силы пригодятся здесь. Потому как Маслина может не справиться в ближнем бою. Насчёт циркача я сомневаюсь. Он кажется мне слабым, невнимательным. Проворонит врага, что ко мне со спины подкрадётся. Электрика с тихим я в счёт не ставлю. Фанатик ещё слаб после ранения. А тихий... Я пойду с тобой. Все, кроме командира группы, с удивлением посмотрели на Электрика. Сектант был полон уверенности. Смотрел прямо на меня. Без тени сомнения или боязни. Справишься? Отошёл после удара Электры. Я здоров. Командуй. Тогда пошли. Прикрывай меня в случае чего. Надеюсь на тебя. Первым выстрелил Маслина из своей СВД. Пуля вошла прямо между глаз и вышла вместе с задней половиной черепа зомбированного. Следом открыли огонь дрём с циркачом. Они расчищали мне с Электриком дорогу до подземной стоянки. На нашем пути было только трое зомбированных. Стоило последнему упасть на землю, я тут же рванул через площадь к стоянке. Монолитовец не отставал от меня. Спускаясь вниз к подземному гаражу, я обернулся, узнать, как там парни справляются. Дрём и циркач разделились. Оба двигались к бараку, обходя стоянку с двух сторон. Маслин остался стоять у будки охранника, посадив Тихого на землю, пока наступило временное затишье. Я первый зашёл в гараж. Сколько же времени здесь стоят эти машины? Они ведь были ещё на ходу, когда их бросили. Щётчик Гейгера молчал, даже когда я впритык подошёл к громоздкой бронированной машине. Куда дальше? Электрик указал на два дверных проёма в бетонной стене за БТРами. Тот, что слева, вёл обратно на улицу через тяжёлую металлическую дверь. За первым проходом была точно такая же дверь, но вела она в коридор. Стоило нам сунуться туда, как нас атаковала стайка тушканов. «Не трать патроны!» – крикнул я Электрику, раздавив ботинком шустрого мутанта, подобравшегося ко мне ближе. Другой маленький гадёныш оказался ещё проворней. Взобрался мне по штанине. Схватив его за тонкое тельце, швырнул его со всей силы в стену. Электрик вскрикнул. Тушкан пытался залезть ему за шиворот, забравшись по спине монолитовца. Я подскочил к фанатику, отодрав от него зверька. Бросив его на пол, пинком отправил мутанта в конец коридора, словно футбольный мяч. Коридор впереди был завален всяким хламом. Тут тебе и стулья, бочки, ящики. Непонятно, зачем их сюда свалили. Сдвинуть их невозможно. Зато я нашёл небольшое вентиляционное отверстие. Первым протиснулся в него через узкий коридорчик и оказался по ту сторону завала. Подождал, пока электрик вылезет ко мне. Кажется, там какое-то большое помещение. Держись ближе ко мне. Электрик молча кивнул, держа автомат на готове. Я осторожно заглянул в дверной проём. Слепо нащупывал рукоять катаны. Ещё один ангар, но намного больше предыдущего. Какие-то непонятные железные контейнеры, составленные во всём его пространстве. Я прошёл внутрь, прислушиваясь к каждому шороху, но слышал только сопение электрика за спиной. Так, вроде никого, можно и... Я оборвался на полусловие, увидев невообразимое. Увесистый деревянный ящик взмыл воздух прямо у меня на глазах. Какого... Бюрер! За спиной закричал фанатика, отпрыгнул за контейнер. Ящик полетел на меня с невероятной скоростью. Перед самым попаданием снаряда мне в голову, я ушёл в перекат к железным стеллажам. Какое-то низкорослое существо в чёрном грязном балахоне. Оно размахивало руками, причмокивая кривым ртом, шевеля поочерёдно лысыми бровями. Контролёр по сравнению с ним просто красавец. Умри! Электрик закричал уже возле меня и выпустил по бюреру очередь. Маленький уродец выставил короткие руки перед собой. И все пули, предназначенные мутанту, попали в прозрачный щит, срикошетив от него. Оскалившись в предвкушении замечательного боя, я обнажил катану. С воинственным криком бросился на тварь. И что-то силой ударило меня в грудь, разом выбив воздух из лёгких. Меня, подняв над полом, отбросило на несколько метров назад. Больно ударившись спиной о стеллаж, я упал на бок, хрипло закашляв. Обидно, что меня уделал какой-то коротышка. Но ещё обидней, что верный меч остался лежать у лап мерзкой твари. Мимо моей головы пролетел автомат Электрика, вырванный зоновским телекинетиком из рук фанатика. Прекрасно. Я поднял с пола камень, запустил им в бюрера. Он, конечно, отбил его, тем самым переключив внимание на меня. Этим и воспользовался Электрик, немало удивив меня своим поступком. Монолитовец совершил переказ в сторону мутанта, подобный тому, что проделал минуты назад я. Сократив расстояние, фанатик подхватил с пола мою катану и, не выходя из положения полуприседи, нанёс рубящий удар по пухлой шее монстра. Огромная голова отвалилась от тела тварей и покатилась по полу. Тело, дёргаясь в конвульсиях, свалилось сплошмя на пузо. Ты как? Острый меч. Я знаю, ловк ты его. Хвалю. Не то, что твой неуклюжий брат, Саркач. Он учится. Чёрт, проклятая тварь, надо идти дальше. Проходя мимо мёртвого бюрера, я не сдержался и пнул его под зад. Пройдя через ангар к противоположной от входа стене, мы вышли к высокой металлической лестнице, ведущей наверх. По её длине можно понять, насколько глубоко устроен подвал. Крепко взявшись за прохладные прутья, я начал карабкаться. Электрик пыхтя лез за мной. Когда я почти долез, практически высунул голову из каменных стен подвала, вниз на меня глянула обожжённая физиономия свободовца. Дратати. Вы всё, что ли? Зачистили? А ты как думаешь? Всё чисто, стерильно, как в операционной? Как в морге здесь больше подходит. Кстати, о морге. Как там маслина с тихим? Овощ никаких сюрпризов не выкинул? Не говоря, чёп так. Хорошее настроение Дрёма как рукой сняло. Вытащив электрика из дыры, свободовец прошёл мимо меня, пихнув локтём в живот. Пфф, обиделся. Лестница из подземного ангара вела в барак на холмике. Пока мы с электриком возились внизу, Дрём с циркачом столкнулись всего с одним зомбированным внутри барака. Быстро расправившись с ним, они убрали тела убитых подальше от нашего нового временного лагеря. Маслина посадил Тихого у окна и теперь что-то говорил ему в полголоса. Тишка, как обычно, никак не реагировал. Смотрел на друга взглядом полного дебила. Хорошо, хоть слюни не пускает. Хотя я и сказал группе, что нужно время, ему станет легче. Но я сам начинаю сомневаться в своих словах. Отошёл к окну, оперся руками о подоконник. Надо бы нашим девкам сообщить, где мы обосновались. Лиманск. Он встретил нас с жавыми машинами, чёрными окнами домов и трупом наёмника на ветке дерева. Несмотря на эти нюансы, город хорошо сохранился. Радиация почти не коснулась его, за исключением машин. Лиманск будто заморозился и навсегда остался в 50-х, 60-х Советского Союза. Он отличался от Припяти своим мрачным видом, пугающим сталкеров. Он был светлым, цветущим. И всё же, он нагонял на меня больше страху своим цветением, чем тёмная Припять. Интересно, за каким же чёртом он залез на дерево? И почему умер? А может, он не сам залез? Может, псевдогигант? Тупнул хорошенько и закинул его туда. Ну, а то ты помер от инсульта. От инсульта? Ну, ты сказал, инсульт, блин. Не выставляй себя идиотом, дружище. От ударной волны гиганта лопаются капилляры в мозгу. Вот тебе инсульт. Однако, много шума мы создаём. Следует вести себя тише. Дорога дальше упиралась в широкий шестиэтажный дом. Там нужно попасть на другую сторону улицы. Но, с одной стороны, проход между двумя домами загордел перевёрнутый БТР. А с другой, угол дома окутывал странный зелёный туман. Испытывать удачу в нём что-то нет желания. Предлагаю зайти в дом. Подняться в квартиру на первом этаже, чьи окна выходят на ту улицу. И уже через окна выбраться туда. Хорошая идея. Идём в третий подъезд. Постойте. Я вижу человека на втором этаже. Как раз над третьим подъездом. Он один? Кто он? Кажется, один монолитовец. Да, не наёмник точно. А-а-а. Фанатик. Вижу его чёрный капюшон. Убей. Винтовка хлопнула. Раздался звон бьющегося стекла на втором этаже. Я не видел упавшего тела. Но, судя по довольной физиономии Ленина, тот попал в цель. Бегом. Сюда остальные фанатики могут сбежаться. Так, болтун за мной. Затем Джек с Фёдором замыкает Алекс. Никак не могу запомнить, что командир у нас Фёдором Ленина называют. Поэтому растерялся в первые секунды. Ленин пропустил меня вперёд себя, кивком головой указав на подъезд. Только спина болтуна скрылась в темноте подъезда. Я заковылял следом. На секунду, присяв у мусорного бака, быстро огляделся, после чего поспешил ко входу с вынесенными дверями. Болтун помахал мне рукой, выглянув из квартиры, чья дверь находилась на полу. Я не оглядываясь на других членов группы, зашёл в квартиру. Но сразу вдохнуло толстым слоем пыли. Был ещё один неприятный запах, знакомый мне не понаслышке. Его источник я обнажил на кухне. Между холодильником и столом лежал полу, разложив все все трупы, без нашивок клана, с прострелиной грудью с правой стороны. Кажется, он тут больше недели. На фанатиков, наверное, нарвался. Идём, парни балкон открыли. Молча кивнув, я пошёл через коридор в зал. Комнату толком не разглядывал, да там и разглядывать нечего. Либо хозяева, либо вандалы вынесли большую часть мебели. Оставили только дряхвый диван и пустой шкаф. Туман у меня на глазах перелез через край балкона и легко спрыгнул вниз. Раз он в своей громоздкой броне справился, значит и я без труда смогу. Полтун уже ждал нас внизу, висев на корточке и настороженно оглядываясь вокруг. Я спускался последним, решил прикрыть тылы, так сказать. Дождавшись, когда Алекс отойдёт подальше от балкона, чтобы не задеть его, я перекинул правую ногу. Крепко держась за железный узкий подоконник, я перевалился на улицу. Он помедлился спуском вниз, услышав странный звук из коридора. Какой-то скрежет. Группа успела отойти от дома на некоторое расстояние. И несостоявшийся алкаша остановиться, дабы поторопить меня. Я лишь кивнул ему. У меня пробудился интерес к неизвестному в коридоре. Скрежет становился громче и к нему присоединился ещё один звук. Хриплое дыхание. Я, несмотря взгляды с дверного проема, потянулся за пистолетом. В левом углу появилось что-то светлое, похожее на четыре тонких длинных червя. Они шевелились, защупывали пол, дверной косяк. Прищурившись, чтобы лучше раскрыть непонятных существ, я похолодел. Никакие это не черви. Человеческие пальцы вцепились в косяк, со скрежетом провели ногтями под дерево. А на полу, из-за угла, показались чёрные пустые глазницы мёртвого сталкера, с хрипом раскрывающего рот. Я, с круглыми от страха глазами, спрыгнул с балкона, чуть не повалившись на землю своих тяжёлых доспехов. Скрежет становился громче, и сталкер полз через весь зал ко мне. Развернувшись, я помчался за группой. Они свернулись с основной улицы и шли через заросший густыми кустами скверик. Олег шёл последний и постоянно глядывался назад, ожидая меня. Чего ты там застрял? Идём, ответил я, быстро глянув направление этого дома. Надеюсь, она за нами не идёт. Или же это просто моё воображение? Надо быть на чеку. Стой! Я остановился, как вкопанный. Скинул свой новенький FN. Покрик адресовался Туман, а не мне. Расстрякться у нас с командиром на высоте в обоих. Что такое? F1. Сюрприз от Монолита. Фанатики? Не наёмники? Наемники покидают Лиманск. Сектанты их вытесняют. Так что, скорее всего, это Монолитовцы. Олег осторожно оцепил проволоку от калечий гранат, хорошо спрятанный в кастах у дороги, и передал их Ленину. Молодец! А как ты вообще их увидел? Штейн, довелось нам с ним на барьере поползать, выискивая такие подарки. Без его советов не знал бы, что да где искать. Давай-ка иди впереди, раз уж ты у нас такие подарки можешь увидеть. Я шёл впереди, внимательно вглядываясь на дорогу передо мной. Стремительно темнело, и я начал опасаться, что не смогу разглядеть тонкую проволоку в сумерках. Нашёл ещё одну растяжку перед самым выходом из аллеи. Зная, что Монолитовцы любят устраивать засады, и убрав очередной взрывной подарочек, я засел за кустом. Впереди простиралось широкое открытое пространство. До домов хрущёвок далеко, где-то 50 метров. Между ними и аллеей дорога, с единственным старым зелом поперёк, и какие-то контейнеры. Но в глаза сразу бросается баррикада из мешков с песком, бочек и досок. За ними хорошо устроились трое фанатиков. А может и больше. Обернувшись к группе, я жестами объяснил им обстановку впереди. Туман ткнул пальцем в F1 в моих руках, и словно профессиональный мим изобразил отрывание чайки от гранаты и бросание её в цель. Усмехнувшись, я два раза одобрительно кивнул. Только проблема в том, что баррикады сектантов слишком далеко от меня. Я просто не докину гранату. Снова повернувшись к группе, я попросил Ленина прикрывать меня. Он понял без слов. Согнувшись в три погибели, я засеменил к баррикаде. Мне всего-то нужно пройти два метра. Тогда я смогу попасть гранатой в укрытие сектантов. Но пока я преодолеваю это, казалось бы, маленькое расстояние, любой из фанатиков может высунуться из-за мешков. В таком случае мне остаётся довериться меткости Ленина и на его быстроту реакции. От разразившегося смеха из-за баррикады я чуть не подскочил. Фанатики совершенно не чувствовали опасности. Веселились. Смеются и разговаривают, как обычные люди. А у барьера словно звери настоящие. Вопят свои лозунги с пеной во рта, готовы вгрызаться в горло противнику. И правда, как псы бешеные. Потом он сказал, что видел щепку возле стадиона. Быть этого не может! Монолит заврал его душу неделю назад! Да, я сам видел, как он рухнул вниз с крыши дома. Проклятые неверные. Ещё три шага. Только три! Резко распрямившись и выдёргивая чеку, я с размаху швырнул гранату прямо за баррикаду, после чего быстро плюхнулся на живот, закрыв голову руками. Грохнул взрыв, и сразу надрывно закричал один фанатик. Я перекатился в сторону, прячась за контейнер, ожидая автоматную очередь и типичную монолитовскую ругань. Но вместо этого раздался лишь крик, перешедший в душераздирающий вопль. Поднявшись на ноги, я подбежал к разороченному укрытию сектантов. Трое, как я и думал. Жив только один. Ему перебило левую ногу, и теперь он катался по земле, зажимая руками кровоточащую рану. Что-то в его виде больно кольнуло внутри. Неужто жалость? Не отводя от него взгляда, я вытащил пистолет, направляя его на раненого фанатика. Хорошо сработал, Алекс. Чётко! Не трать патрона. Он сам скоро подохнет. Нехорошо это. Хути, фанатик. И что? А сколько они сталкеров замучили? По делам. Обыщем их трупы и укрытием. Вдруг найдётся что-нибудь полезное. Джек и Ленин немедля принялись обыскивать своих убитых взрывом фанатиков, а болтуна привлёк синий ящичек. Некоторое время наблюдал, как туман хлопает по карманам раненого, а затем наклонился к его рюкзаку. Ты? И МП? Почему? Ты же... Мёдв. Тише, тише. Командир группы бережно взял в ладони лицо сектанта и резко с хрустом повернул его голову в бок. Дёрнувшись всем телом с громким писком, сектант замолчал уже навсегда. Зачем? Ты же сам сказал, что он помрёт скоро! Ненавижу монолитовцев. Они убили дорогого мне человека. Этот парень, он знал тебя? Нет, он бредил. Скажи-ка лучше ты мне, Алекс. Эти мрази убили Штейна, твоего лучшего друга. Разве ты не испытываешь к ним люто ненависти? Не хочешь растоптать каждого из них? Вырвать убийцы глаз и видеть, как он издыхает с переломанными костями? Нет, никогда ничего подобного я не испытывал. Почему? Они убили твоего друга. Представь, его убийца до сих пор жив и живёт прекрасно. Твои действия. Хочешь мести? Найти ублюдка и... Ты же сам сказал, что Штейна можно вернуть. Я только хочу вернуть его к жизни. Не нужна мне никакая месть. Фанатик, что убил его, преследовал свою цель. Штейн защищал свою. Да, я злюсь на убийцу, но больше на себя, что не был рядом со Штейном, что не смог его защитить. А ты? Ты не хочешь мне рассказать, как убили твоего дорогого человека? Кто он был? При каких обстоятельствах он погиб? Кто его убийца? И где был ты, когда его убили? Хватит! На рык тумана, полной злобы, обернулись остальные члены группы. И я, невольно поёжившись, вновь отступил на шаг. Не понимаю, почему мои вопросы так разозлили тумана. Настолько болезненные воспоминания? Я ничего не знаю о его дорогом человеке, но... Они были сильно близки? Извини, туман. Я не хотел тебя обидеть. Больше не буду тормошить тебя по этому поводу. Да, не сейчас. Я расскажу тебе, но не сейчас. Меня разбудила чья-то настойчивая рука, трясущая за плечо. Подняв голову и едва видя заспанными глазами, я осмотрелся. Темно. Сквозь окна на третьем этаже не проступает ни одного лучика света. Ещё ночь. Кому понадобилось будить меня? Приподнявшись на локтях, я потёр лицо ладонью. Передо мной на табурете сидел сталкер. В темноте я не мог его отчётливо разглядеть. Что? Чего? Он не ответил. Только Ленин на диване недовольно заворчал и перевернулся на другой бок. Раздражённо вздохнув, я вытащил КПК из кармана. Включил его, освещая комнату бледным голубым светом. Свет экрана выхватил из темноты зелёный комбинезон свободы. Болтун, какого чёрта тебе не спится? Я поднял КПК выше, дабы осветить лицо анархиста. Не стоило всего секунды рассмотреть лицо полуночника. Чуть не заарав голос, я выронил КПК и тут же отполз задом к стене. Никакой это нахрен не болтун! Ночной гость неслышно встал с табуретки. В несколько быстрых шагов приблизился ко мне. Не теряй из виду лучи. Они — твоё спасение. Втянув воздух ртом, я распахнул глаза. Всё та же комната, полна дневным светом. Я лежу на полу, на матрасе, раскинув руки в стороны. Тяжело дышу, словно после длинного марафона. Утро доброе. Между прочим, ты проспал свою очередь ночного дежурства. Мне пришлось за тебя дежурить. Бедняжка. А почему меня не разбудил? Не знаю. Да мне всё равно с половины ночи не спалось. А за мной ничего не заметил? Я спокойно спал? Вроде да. Пойду на улицу к Ленину. Остальные тоже ещё дрыхнут. Сегодня нам нужно дойти до госпиталя. Много времени у нас Лиманск занимает. Не нравится мне это место. Не тебе одному. Я остался один, наедине со своими беспокойными мыслями. Ко мне ночью приходил Штейн. Я точно видел его. Мой КПК лежал на полу под столом. Это доказывает, что мне не сон приснился. Это было на самом деле. Не теряя из виду лучи. Что он имел в виду? Чёрт, я так с ума сойду. Штейн! Что ты хочешь от меня? Впереди опять длинная открытая улица. На ней наш отряд как на ладони. Ничем не защищён. Нет надёжных укрытий. Старая плита и жабы и железные листы не в счёт. Впереди всех уверенно шёл Болтун. Он отлично разбирался в аномалиях. И, можно сказать, умел читать их. Именно этот сталкер искал безопасные пути через опасные ловушки зоны. Удивительно, что этот ужас оболтливый человек оказался нам настолько полезен. И вот, сейчас его помощь снова была необходима. Перед старым Зилом, не лишённый колёс Нивы, он насчитал не менее пяти аномалий трамплин. Взгляд ли кому-то удалось бы проскользнуть через ней, особенно мне и туману с нашими трехзоскелетами. Выходит, проход перекрыт. Нужно искать другой путь. Встать долго не пришлось. Туман переметил справа ворота со сломанными прудями. Там-то и пройти получится без опасности. Первым на другой улице оказался Ленин. Он облетел округу через СВУ перед тем, как предложить следующему пролазить. Всё тихо. Только давно брошенная забытая детская площадка. Когда-то здесь бегали и веселились дети. Целилось счастье и весель. А сейчас... Кровь, холод и смерть. Зоны изменили всё. Теперь рядом с болтуном шёл Алекс, проверяя дорогу на растяжке. Ленин не опускал свои винтовки. Вглядывался в окна дома. Выисковал предыдущихся снайперов Монолита. Из-за всех сил необходимо довести до неизведанных семей как можно больше людей. Именно как можно больше. Понимаю, что все мы не выжимы в этом походе. Любой может погибнуть. Я, Туман и остальные. Но я уже привык к этим парням. Будет до боли обидно терять кого-либо из них. В нашей группе пришлось проходить через очередной дом. Прорваться через скопление аномалии вокруг дома никто не захотел. Под ногами скрепили старые прогнившие полы. Те, кто одет полегче, за раз переступали через овалы мусора. Перескакивали через мебель. А мне с туманом пришлось распихивать столы и стулья к стенам. За скелетей особо не попрыгаешь. В итоге, проход через дом занял много времени. Ленин за это время успел хорошо рассмотреть место спереди. Вид открывался прекрасный. Мост над рекой и большая постройка. А возле нее горел одинокий костер. Это насторожило. Там кто-то есть? Внимание! Оперативно спускаемся вниз и занимаем позиции. Нужно убедиться, что там чисто. Ну или сделать так, чтобы было чисто. Все пон... Командир оборвался на полсове и вдруг рванул на Алекса, сбив того с ног своей тяжелой душей. В меня же влетело невидимое невысокое тело. Я только ступил назад, сжав тварь за плечи. Без труда ошвырнул ее от себя. Мое броня не каждому мутанту по зубам. Болотный кровосос при ударе спиной об асфальт тут же стал видимый. Но автоматную очередь болтуна разворотила ему живот, вывернув внутренности наружу. Подросток еще. Вернее, был подростком. Спасибо, дружище. А теперь прошу тебя, умоляю, слезь с меня. Клянусь, я бы рад, да подняться не могу. Батюшки, что делается-то? Прям картина. Два спаривающихся псевдогиганта. Выстрелы могли услышать фанатики. Надо торопиться. Если их там мало, они могут вызвать подмогу. Тогда нам точно станет плохо. Я был неприлично многословен для своей натуры, поэтому на последней фразе успешно захлопнул рот и решил на сегодня его больше не открывать. Ха, не зарекайся, сталкер. Туман, напару с Аликсом, первыми преодолели мост перебежками. Мы же втрем ожидали сигнала командира группы для своего спринта по мосту. До последнего момента все было тихо, я даже успел обрадоваться, что домишко пустует. Туман с Аликсом только присели за башню из ящиков, как по ним открыли огонь из по меньшей мере трех стволов. Септанты с фопольми посыпали из строяний. Ленин, не ожидая сигнала тумана, сорвался с места. Я снимал с плеча бельгийца, поэтому немного стормозил, прибежав в последний. Чувствую себя каким-то неуклюжим медведем в этой тяжелой железной броне. Аликс высунется на секунду из-за крюти и тут же шмагнул обратно с округлившимися глазами. Поле солдата-монолита, что засял в доме, чуть не пробил сталкеру череп. Туман выскочил из-за ящика, напарал свое сырое оружие на рассмелевшую кучку сектантов, что подобралось слишком близко к их крюти. Страшную очередь просто измолотила первых четырех фанатиков. В последних было сообразили, что к чему, но поздно. Только один успел прикатиться за прикинутый набок запорожиться. Другого набегу в спину и заштили пули тумана. Монолитовцы испугались неизвестного линия ужасного орудия убийства. Попрятались по норам. Кажется, мы отбросили атаку. Мне даже на спусковой крючок не пришлось жать. Однако того, что случилось дальше, никто из сталкеров явно не ожидал. Мост, который уже был позади всего отряда, ударил мощный взрыв. От него полетели осколки и крупные камни. Нас, дом и одного фанатика за запорожцем укрыло облаком дыма и пыли. Меня только толкнуло вперед взрывной волной, а легкого болтуна швырнуло вперед, и он выкатился по асфальту, ставившись лежать неподвижно. Больше повезло Ленину. Он успел добежать до Аликса. Его почти не задело. Это РПГ! Готовят новый заряд! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин